сегодня мы тоже говорили о том что над головой есть еще одна чакра то есть видите мы уже переходим тоже и на восьмую чакру а если вы уже видите в вашем восприятии реальности девять чакр это девять пространств жизни то конечно вы можете уже в как бы в этой системе восприятия работать но это очень как он сказать это достаточно сложно почему потому что мало того что видеть и даже что-то делать надо это утвердить в сознании других людей в вашем сознании есть а в других созданиях этого нет и реальность ваша будет только личностная понимаете вы не сможете и и расширить до сообщества людского ведь мы что например делаем своими вот теме тем процесс мучения древой жизни мы создаем идею мы ее расписываем в данном случае 20 23 тома которые освещают эту идею то есть цифра 5 опять же жизнь да мы в 23 томах по сути дела утверждаем эту жизнь дальше возникает коллектив людей которые принимают эту истину становятся вашими соратниками то есть этот коллектив соратников постоянно расширяется и благодаря этому планетарном сознании человечества возникает эта идея уже как свет солнца по сути дела она начинает сиять светит все больше людей увлекая в свое идеологическое пространство и и это пространство меняется тогда в этой реальности все то что мы вот сейчас говорим и делаем оно будет происходить мгновенно сейчас она мгновенно не происходит есть как бы время такое когда эта идея когда это она придет на этот физический план когда это она начнет тут преобразовывать материальные так сказать ткани ну в организме допустим человека и это все имеет какое-то время причем оно разное у разных людей а вот когда чем больше людей это это воспринимают своим сердцем как некую удовлетворяющую их реальность жизни тем быстрее эти процессы происходят понимаете уже не будет такого лага разрыва между технологией запуском и реализацией то есть получением результата вот почему очень важно вести вебинар общаться читать книги ведь мы не совершенно изолированных других пространств у нас есть точки сопричастия но и Субтитры подогнал «Симон»